С недавних пор Бобруйского экстралиги нет. Команда будет играть в высшей лиге. Новый сезон город открыл ярким представлением. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта» и заслуженный любительский коллектив «Росы» открыли гала-шоу. Следом эстафету подхватили спортсмены местной хоккейной школы, мальчишкам от 6 до 15. Ведение шайбы, броски по воротам, отработка действий в защите и нападении. На льду хоккеисты продемонстрировали свои навыки. После показательных выступлений слова приветствия от руководства команды. Но потом кульминации шоу. Представление хоккейного клуба «Бобруйск-2» и вручение игровых джерси. Официальная часть плавно перекочевала в пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечают директор и главный тренер хоккейного клуба. Сперва о задачах на сезон. На первом этапе у нас чемпионат в два этапа проходит. Первый этап – это круговая система с попаданием в восьмерку сильнейших – это плей-офф. А потом идут стыковые игры и, соответственно, борьба за более высшие места. Значит, задача на первом этапе – это плей-офф. В планах также вернуть команду в экстралигу, резюмировал Александр Расин. Нельзя не отметить – чемпионат уже стартовал. «Бобры» успели провести две игры против столичных зубров. Но, к сожалению, «Бобручане» потерпели поражение, пропустив при этом 12 шайб и забив лишь три. Но главный коуч обратил внимание – турнир только-только начался и делать выводы об игре еще рано. Первую игру достойно провели, вторую где-то немножко посыпались, где-то недонастроились. Но это первые игры чемпионата, то есть я думаю, что стоит судить будет после где-то шести игр хотя бы. Ну, то есть нестабильность игра, нестабильная игра в нашем исполнении. И надеюсь, что к плову мы это устраним. Приятным сюрпризом для многих стало и открытие на базе клуба отделения по фигурному катанию. Желающих уже десятки. Важной событию добавил тот факт, что на арене присутствовал главный тренер сборной страны. Олег Васильев анонсировал – следующим летом национальная команда проведет сборы на «Бобруйской арене». «Очень хорошая арена. Очень чистая, очень светлая, объемная. Я посмотрел, что качество льда очень хорошее. Я думаю, что у «Бобруйской» есть большие перспективы в ледовых видах спорта». Сезон официально открыт. Теперь команду ждет подготовка к предстоящему матчу. 14 сентября принимаем юниор из Минска. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.